Современный мир помешан на так называемом достигаторстве. Давай, давай, вперед, братишка, мы тебя поддержим. И, естественно, очень много концепций вокруг этого существует, очень много психологов паразитирует на этой теме. Дайте-ка и мне, грибом-паразитом, присосаться к достигаторству современного мира и рассказать вам о том, как это делаю я. Да, я за свою жизнь, почти 45-летнюю, прожила как будто бы очень много разных жизней. Я была и спортсменом, я была и журналистом, достигла определенных успехов в этом. Я была и документалистом, и до сих пор являюсь писателем. Сквозь всю мою жизнь красной линией проходит магия, но про это вы знаете все, естественно. И у меня многие спрашивают, что вот как у тебя получается? За тебя что, пишут литературные негры? У тебя что, там какая-то огромная команда, которая вот все это раскручивает? И мне обычно даже неловко говорить людям, что я считаю себя по большому счету... Ну нет, лентяем, наверное, это будет кокетство, если я себя назову. Нет, я не лентяй. Но, тем не менее, я не тружусь в напряжении. Я никогда в жизни не трудилась в сильном напряжении. Бывают иногда какие-то моменты перед дедлайном, или бывают практики, которые требуют предельной концентрации, и ты на 3-4 дня погружаешься в изматывающее поле, когда ты целиком отдаешь, тратишь, тратишь себя, чтобы достичь чего-то. Но фонова я в таком режиме не живу, никогда не жила. Считаю такой режим зловредным. Очень много есть моментов, которые люди пытаются присвоить, чтобы обхитрить матрицу, налюбить матрицу и полегче прийти к своим целям. Это и позитивное мышление, и всякие там доски желаний, визуализация возможного сладчайшего будущего. Ну, наверное, отчасти эти хенты работают. Иногда работают, но я бы не назвала их правилами. И я бы не назвала их четкой траекторией, по которой можно пойти, и у тебя будет гарантированный результат. То есть это такая приятная активность. Каждый из этих позитивных советов, что то ли сработает, то ли нет. Ну, а что, мне сложно, что ли, создать что-то такое. К чему я веду? Я веду к тому, что как-то так получилось, что с самой ранней юности я совершенно неосознанно, интуитивно следую определенным правилам, которые позволяют мне очень быстро освоиться в любом поле деятельности, если оно меня вдохновляет, если мне хочется туда пойти. Даже где я новичок. Я не боюсь прийти новичком туда, где есть люди сильнее меня, профессионалы профессиональнее меня и так далее. Потому что есть у меня эти правила. Я не знала о том, что это правило, просто я так жила. Но я аналитик, и я очень люблю сводить контексты, я очень люблю нащупывать, вербализовывать какие-то пути, и у меня хорошо это получается делать. Даже когда речи заходят о тонких, казалось бы, неформулируемых материях. Мне просто интересно думать так, делать так, раскладывать одно сложное на тысячи маленьких шажочков. И вот как-то я села и задумалась, почему так получается, почему так многие люди искренне стараются или порывисто стараются, пунктиром живут. То у них напряжение, то, значит, они сидят и отмокают после этого. И у них получается меньшего добиться, чем у меня, которая в душе вообще-то хиппи и живет на полном расслабоне. И тогда-то я и сформулировала эти правила печати, ключи. Можно по-разному их назвать. Их всего семь. На самом деле, это не семь отдельных правил, это универсальный мастер-ключ. И с помощью этого мастер-ключа можно действительно открыть любую дверь, о чем бы речь ни шла. Вот абсолютно любое. Не важно, хотите ли вы стать там суперсекси, добиться успеха у людей, которые вас привлекают. Хотите ли вы сделать карьеру в определенной области. Хотите ли вы прославиться. Не важно. Вообще не важно, что. даже если речь идет о тонкости, которая вроде бы вообще по-хорошему не терпит жажды результата. О магическом искусстве, об экстрасенсорном искусстве. Если речь идет про деньги. Вообще вот все. Не важно. Любое поле. Вот есть такой мастер-ключ, если освоить который, забрать его себе, то вопрос достижений снимается. Просто вы живете, и у вас снимается вопрос, что вам нужно что-то достигать. Естественным образом оно получается так. И мне давно очень хотелось поделиться этим с вами. Я думала над форматом, потому что на самом деле это не работает в вещательном режиме. Это такой секрет из разряда несекретных секретов. Я не собираюсь даже брать с вас деньги какие-то. Я не веду к тому, что заплатите мне деньги. Давайте, давайте. Я вам скажу этот секрет. Нет, я вам его бесплатно выдам. Я расскажу вам. Что такое этот мастер-ключ, в чем состоят эти правила, какие эти семь печатей власти. Но это так и не работает. Вы послушаете меня. Естественно, вы согласитесь, что да, в этом есть смысл, надо попробовать. Но чтобы это действительно стало частью вашей личности, вашей жизни, придется постепенно внедрить это в свое поле. И я придумала формат. Все гениальное просто. Можете меня поздравить. Я изобрела велосипед. И хотела бы попробовать с вами повзаимодействовать в этом формате. Я прекрасно понимаю, что слово, которое я сейчас произнесу, очень опошленное. И для человека статуса, на который я все-таки претендую, интеллектуала, это то, что нельзя произносить, как Волан-де-Морт. Это слово «марафон». Но, правда, я приглашаю вас на марафон. Впервые в жизни я это провожу. Я понимаю, что у многих из вас был опыт, у кого-то приятный, у кого-то скучный, участие в самых разных марафонах. Я совершенно не готова играть с вами в маркетологические уловки и говорить, что мой-то марафон, сами понимаете, марафонисте других марафонов. Я приняла решение пойти с вами в открытую игру и сделать так, чтобы вы не приобретали никаких котов в мешке, чтобы все было по-честному между нами. Я люблю честность вообще. Поэтому я приглашаю вас бесплатно пройти первую неделю этого марафона. За неделю вы прекрасно поймете, насколько это работает в вашем случае. Ну, это я сейчас интеллигентно выразилась. На самом деле, за неделю вы прекрасно поймете, насколько это круто работает в любом случае. Ну, и уже тогда мы пойдем в глубину дальше. Поэтому я прошу вас кликнуть по ссылочке, которая под этим роликом находится, зарегистрироваться. Это вас ни к чему не обязывает. И присоединяйтесь. Ну, правда, это круто. Это крутая система. Это инструмент. И я не буду вот на этой бесплатной неделе вас как-то замыливать и говорить, ну, там, а дальше, вот дальше будет самое интересное. Я в первый же день, в самый первый бесплатный день этого марафона я назову вам все эти семь правил. Я выдам вам все эти семь ключей. То есть, самый главный секрет марафона будет выдан вам бесплатно в самый первый день. Дальше уже начнутся мои личные инструменты по внедрению системы в вашу жизнь. Это будут разные инструменты. Там будет совсем немножечко, даже не то, чтобы магии, никакой ритуалистики. Там вообще ничего волшебного нет в этом. Скорее, ну, я это называю передача, передача состояния. Я буду это использовать немножко. Но в основном вот я вам дам и советы, я вам дам конкретные упражнения в ежедневном формате, помогу высветить проблемные ваши моменты, дам список литературы, если хочется углубиться, вдохновиться. Ну и сама, конечно, вдохновлю. В общем, что-то я разболталась. Давайте-ка кликайте по ссылочке, регистрируйтесь и встретимся в или на, не знаю, как грамотно сказать, на этом мероприятии. Марафон для вас. Туда. Клик. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова